Всем привет, я Настя Джексон, и сегодня я расскажу о самых лучших поступках знаменитостей и блогеров. И расскажу, что самое лучшее они соверш... Ах, шучу, конечно же, шучу! Сегодня я расскажу о тех поступках блогеров, которые пытались сделать как лучше, они хотели сделать как лучше, но получилось как всегда, или даже хуже, чем как всегда. Ребят, мы, конечно, сидим дома, но я хочу напомнить, что экзамены никуда не денутся, они просто перенесены на попозже. И если уж говорить про экзамены по истории, то я с радостью снова вам расскажу о школе Элли Смит. Не буду напоминать, какая она интересная, и то, что она подготовила 10% всех стобальников по ЕГЭ по истории в России. Не буду напоминать, да? Так вот, сейчас у Элли Смит стартует программа Refresh, которая подойдет и тем, кто учился весь год и сейчас хочет повторить, и тем, кто вообще ничего не учил и хочет все изучить. Да. Вся школьная программа за одну неделю. Вся подробная информация в группе по ссылке в описании, там же и промокод 10% от меня, да? И еще я кое-что хочу сказать, я как бы вам это не говорила, но они еще предоставляют бесплатно шпоры всем участникам. Все, надеюсь, я многим помогла. А теперь начнем. Первая история будет о девушке, которая работает в магазине американском, который называется Ульта в Америке. Которая просто решила поделиться в ТикТоке своей рабочей деятельностью, скажем так. Она просто показала, как обходится с косметикой, которую возвращают в магазин. Да, я понимаю, что для нас это очень странно, но небольшое отступление. В Америке можно вернуть абсолютно любую косметику, которую вы уже пользовались, открывали, не открывали. А правда в магазин. В этом нет никакой вообще проблемы. Магазин всегда заберет. Им легче просто взять и вернуть деньги, чем разбираться, портить свою репутацию в магазине и так далее. Ну, в общем, там такие правила. То есть это в порядке вещей. А у нас такое даже не представляет возможности. Так вот, вернемся к той же самой ТикТок-блогерши, которая решила показать, что все-таки делать с этой косметикой. Я сейчас прошу всех отойти от экрана, особенно впечатлительных, особенно бьюти-гуру. Вам будет наверняка тяжело на это смотреть. Да? Ее просто уничтожают. Делают непригодной для использования в дальнейшем, скажем так. Ломают там, скребут ножом по теням и так далее. Сама девушка призналась, что она тоже считает, что лучше бы ее отдавали на благотворительность. Но это ее работа, ей приходится такое делать. Почему так делают? Во-первых, чтобы эту косметику потом не воровали из мусорки магазина. Считается именно воровали, потому что мусорка у магазина своя, они за нее платят и ее вывозят. Ну, понятное дело, людям легче своровать там запечатанную или там чуть использованную косметику, чем пойти и купить ее. Поэтому это невыгодно. Второе. Сами бренды запрещают делать пожертвования. То есть у них нет правил такого, что можно пожертвовать официально вот этими брендами, которые возвращают в магазин. Ну и третье, чтобы сотрудники сами не воровали эту косметику. Их каждый раз, когда они уходят с работы, ощупывают. И все бы ничего, все вроде понятно, да? Ну, девушка выполняет свою работу. Ну, конечно же, нет. В комментариях ее просто загнобили. Ей там такое писали. Ей писали, ты, наверное, богатая, раз тебя не волнуют такие вещи. Раз ты с такой легкостью там ломаешь карандашка Али Дженнер. До того дошло, что девушке пришлось записывать видео, где она говорит, что это моя работа. Я занимаюсь своей работой. Что вы ко мне пристали? Ну, почему же люди так сильно возмущаются? А если я скажу, что то, что она делает, это правильно? Во-первых, девушка призналась, что за целый день, пока она работает, 45% всех людей, которые приходят в магазин, делают возврат. И только 30% всей продукции, которые возвращают, можно вернуть на полку. Например, те, которые даже вообще не вскрыты, запечатаны, да? Но некоторые сотрудники поделились своими историями, где их заставляют возвращать на полки товар, который уже кто-то использовал, который, допустим, замацан пальцами и так далее. Или какой-нибудь тональный стик, который просят, падут на него феном и выставить заново. Вы только подумайте. Предыдущий владелец мог сделать что угодно с этой косметикой. Это же отвратительно. Кто-то пожаловался, что поставили на место, даже антисептиком не протерев. Люди могут чем-то заразиться от косметика, которую возвращают. Допустим, в тот же самый бальзам для волос можно намешать все, что угодно. Примерно год назад был какой-то идиотский челлендж или что это было. Кто-то просто в бальзам для волос в магазине добавлял средства для депиляции. И у людей потом волосы клочками просто вылезали. То есть лучше уж, наверное, пусть всю косметику, которую возвращают, тогда уже уничтожают. И сейчас, когда вы знаете всю эту информацию, наверное, легче смотреть на эти видео, где девушка уничтожает товар. Ну вы понимаете, девушка показала, вот как хорошо, смотрите, я уничтожаю, чтобы вы потом использованное не брали. Ее просто захейтили. Такие вещи бывают, когда люди устраивают хейт, даже примерное не разобравшись в ситуации. Алло, алло, ты что делаешь? Ты воду напрасно выливаешь? Моря реки, океаны там высыхают, она воду выкидывает вообще спокойно. Я вылила воду, потому что в ней был цианистый калий, который мне подмешал омачеха, чтобы я вырубилась и мое тело на органы разобрать. Ну, вообще, как бы странно, но ты вообще эгоистская на самом деле. Потому что другой человек, как бы, может больше нуждается в этих органах, чем ты. И пока ты снимала эти дупли, сколько воды ты вылила? А как насчет семьи, которая все мечтает показать людям? Эй, смотрите, мы такие же, как вы! При этом живя в огромном многоэтажном особняке. И вытворяют всякие немыслимые выходки, зарабатывая при этом миллионы. X-Family. Однажды они выложили видео, где мать семейства рассказывает, что Ребят, вы сейчас вообще не поверите! Но мы пошли работать в ресторан! Я стою на кассе, а Остин готовит еду! Вы вообще понимаете, каково это? Ну, вообще-то понимаем. Оказывается, это все было видео, которое называлось «Работаем в ресторане 24 часа». Где на самом деле они поработали 2 часа ради видео, там что-то потыкали на кассе, побегали, а потом фотографировались с фанатами. Я уж не буду говорить, как они себя вели там, и как мать семейства радовалась, что «Посмотрите, это я сделала буррито, вы можете себе представить?» То есть обычный человеческий быт. Американцы вообще не поняли прикола, потому что самый популярный комментарий на этом видео огласил «Представьте, пойти работать в ресторан ради прикола, тогда как другие работают за минимальную зарплату просто, чтобы выжить». Ну, действительно, а в чем прикол? В принципе, непонятно саму суть видео. То есть одно дело, если бы вы пошли в ресторан, и там, я не знаю, бесплатно еду раздавали, или что-то еще, но делать из этого какой-то тренд, типа «Посмотрите, мы такие же смертные люди, как вы!» Это еще не единственное. Как насчет видео, где Остин жалуется о том, что вы представляете, раньше у них был фитнес-зал на втором этаже, и спальня на втором этаже, но чтобы в нее пройти, нужно было спускаться сначала вниз и подниматься по другой лестнице. Представляете, как им было тяжело? Ну, а сейчас они сделали дополнительный проход, и теперь им легче жить. И Остин это рассказывает. Он мог промолчать и не рассказать об этом печальном опыте, потому что, ну, тогда бы он хотя бы не собрал такую огромную волну негатива, которую он получил. Ну, блин, на самом деле, ребят, мне тоже иногда сложно. Я не могу выбрать, в какой комнате мне спать. В этой или в этой. Я не знаю, на этом диване или на этом диване. Вот так. Или так. Ну, а сейчас речь пойдет о моем любимом блогере Шейн Долсоне. Ну, не только о моем. Это, можно сказать, любимчик всей Америки. Их самый любимый блогер. Мне он нравится тем, что он очень харизматичный, очень веселый, очаровательный. Я не знаю. Ту историю, которую я буду рассказывать, она произошла два года назад, когда основным контентом, который больше всего нравился людям, были теории заговоров. И верите в них или нет, это только ваше дело. И вообще, он сам всегда говорил, что это только теории, это не факты. Иногда эти теории даже просто смешны. Их просто интересно посмотреть и даже посмеяться. И в тот момент у Шейна появился его самый злостный хейтер. Бобби. Именно о нем пойдет сейчас речь. Бобби это блогер с небольшой аудиторией, который обычно снимал всякие разные видео у себя на канал. Но тут он решил снять видео именно с критикой канала Шейн Долсона. Потому что он просто считал, что теории заговора это плохо, не нужно рассказывать об этом на свою молодую аудиторию. В общем, называл его манипулятором и говорил, что у него ужасный, ужасный, ужасный контент. И Шейн, конечно же, его заметил. Потом решил пригласить его к себе и пообщаться лично. Он купил ему, своему хейтеру, билет на самолет. Он ему все оплатил, пригласил к себе домой, пообщался с ним лично. Они там гуляли вместе и вроде как даже подружились. Бобби ездил с Шейном на полиграф. Ну, то есть на детектор лжи, да? Ну, верить или нет, это ваше дело ему. Когда Бобби спросили, использует ли он Шейна ради своей выгоды, тот ответил нет. Но полиграф сказал, что он лжет. И нужно ли рассказывать о подписчиках и фанатах Шейна, у которых просто горело? Но самым главным просчетом Шейна было назвать Бобби хейтер. Он, так сказать, повесил на него ярлык такой, хейтер. Поэтому никто, как иначе, как хейтером, его не называл. Но людей добило последнее. Шейн подарил машину Бобби. Да. Ну, что вы думаете? Когда Бобби вернулся на свой YouTube-канал, он получил много подписчиков, конечно. Но какой ценой? У Бобби теперь было огромное количество хейтеров, которые следили за каждым его словом, за каждым его шагом. Люди как будто специально всему были недовольны, что он делает. И в один момент просто внезапно его контент полностью меняется. Он стал снимать какие-то странные клипы, какую-то музыку. Зашло до того, что канал Бобби полностью скатился. Он не смог себе позволить то жилье, в котором он жил в Лос-Анджелесе. Ему пришлось вернуться на родину. От него ушла девушка из-за финансовых и прочих проблем, из-за того, что сам Бобби изменился. В общем, стало только хуже, чем было. Но вот меня больше всего задело, на самом деле, добило просто та ситуация, когда Бобби попал в автомобильную аварию и сам практически не поранился. Но разбил машину. И люди... Ну, гадите, что? Конечно же, писали ему, как ты посмел разбить Шейн на машину? Шейн на машину. То есть они из-за своей такой своеобразной зависти просто подумали о куске железа, а не о человеке. Даже сам Шейн писал комментарий в инстаграм-посте у Бобби о том, что слава богу, с тобой все в порядке. Чтобы люди видели, что Шейн... Ну, блин, все равно на эту машину. Вот как бывает. Шейн ведь хотел как лучше. Да, были ошибки называть его хейтером и так далее. Ну, блин, в этом и была вся фишка. Сделать из хейтера друга. Ну, вот как получилось. Ничего хорошего с этого не вышло. И сейчас у Бобби, ну, конечно, меньше. Плохих комментариев на канале. Их там практически уже нет. Но просмотры катастрофически маленькие. Так что... Да. А вообще, знаете, Шейне нужно отдать должное. Это ж сколько храбрости должно быть, чтобы встретиться лицом к лицу с хейтером. Отвечаешь? Просто все соски в сметане. Сразу не так. Ладно. Слышь, фана на блоге, че это? Хорошо, ничего. Тогда подойдем. Э! Ты блогерка? Да, это я. Классный контент. Мы часто работали с мамой. Очень нравится. Спасибо. Пока. А че это было вообще? Надеюсь, я вас повеселила. И я хочу напомнить, что это видео не сделано для того, чтобы о ком-то плохо подумать, о ком-то плохо сказать. Есть всегда две стороны медали, так сказать. Человек может сделать что-то хорошее, а люди воспримут это как плохое. Или плохое как хорошее. Вот как бывает. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, который помогает развитию моего канала. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Вау. Ну, получилось, знаете, как я хотела сказать. Хорошо, получилось, как всегда. Всего литература. Вы, наверное, хотите дурой людей рассказать о своих лучших. Если я скажу, что... А если я скажу, что... А если я скажу... Дай тигарёк. Блин, да что там, тигарёк-то? Я просто подпишу. Подожди, дай высоту.